В то время наступит три дня непрерывной темноты. В этой страшной темноте только свечи, которые благословенны, будут гореть. Всякие твари просто полезут, вплоть до динозавров и очень крупных всяких непонятных животных. И всяких еще человекообразных, у них хвостики, морды такие, вытянутые, очень худые, они вытянутые, они лазят по пещерам. У них мало ума, то есть они живут там как-то своими правилами и пищат, издают какой-то ультразвук. Запасаться нужно крепкой верой и духом. Все, чем нужно запастись. Потому что в третьей главе, десятый стих откровения, говорит о том, что Господь убережет от годины искушения всех его детей. Он убережет нас. Привет всем и мир вам! Друзья мои, 1 февраля 2024 года вышел урок под названием «И снова Антихрист», в котором я вскользь упомянул о том, что... Пару дней назад я наткнулся на видео, в котором женщина говорит о том, что планируется отключение вообще интернета, электричества всего на 3 дня. То есть, представляете, что это будет? Если это произойдет, может быть, это байка, да? Но в качестве перезагрузки какой-то там и все обнулится, в банках все счета обнулятся, в общем, какая-то такая байка идет, да? В связи со солнечной активностью все это произойдет. А оказывается, это Отец Небесный уже в то время дал мне тему сегодняшнего урока. Пару дней назад в моем телеграм-канале я получаю комментарий от брата, который задает мне вопрос, что я думаю на тему трех дней тьмы. Так вот, друзья мои, я просмотрел два ролика, которые шли подряд на эту тему трех дней тьмы, которых нет в Священном Писании Библии. Нет трех дней тьмы. Но раз этот вопрос поступил мне в телеграме, соответственно, мы сегодня должны его толковать. То есть этот урок не какая-то конспирологическая теория, да? Я отвечаю на вопрос, заданный мне братом в телеграм-канале. И это очень важно обсудить. Те видео, которые я посмотрел в ютюбе, они будут ссылками в описании. Здесь я вам их вставлять не буду, но я вас введу в курс дела. Тех, кто не знает, о чем идет речь. Потому что я понятия не имел, что подобная информация вообще существует. А ей, что называется, интернет забит. То есть вот как раз-таки об этом мы с вами давно уже говорили в начале 2023 года с уроком Древа Жизни. Вот это как раз-таки еда от Древа Смерти. И в этом уроке я вам поясню, по какой причине я прав. То есть ссылки на те два видео, которые я просмотрел, они будут в описании данного видео. Для того, чтобы понять то, о чем вообще они говорят, достаточно будет пяти минут. То есть все смотреть необязательно. А для всех, кто гостей на моем канале, кто не был в курсе об этой информации, скажу следующее. Друзья мои, если вы будете смотреть подобное видео, то вы сойдете с ума еще до 2026 года. До того, как сатана начнет всех сводить с ума. Потому что, опять же, что будет происходить, у многих крыша поедет. У фараона задача свести с ума. Когда вас сводят с ума, это вас запугали. Запугали, свели с ума, все, вы в его лапах. Друзья мои, если вы будете смотреть подобное видео, то вы сойдете с ума еще до 2026 года. До того, как сатана начнет всех сводить с ума. Но в этой информации также есть правда. Истины там нет, но там есть правда, о которой я тоже должен сказать. Потому что подобную информацию я обсуждал в нескольких уроках. Для христиан это уроки Иуда, время великой скорби. Это урок саранча. Это урок зверь. Для мусульман это уроки яджуч и маджуч. Это урок джихад. И урок последнее время. Да, и вот, например, в уроке Иуда, который вышел в мае 2022 года, я также сказал то, что мы живы, и мы идем по этому водяному коридору в данный момент. Через год фараон начинает бежать с горы к нам. А мы начинаем ускоряться. Да, мы уже это будем в тот момент на середине моря. Но фараон нас настигнет так или иначе. В духовном плане он нас настигнет. Войдя в этих людей, в этих Иуда, он нас настигнет. Мы живем в десятиэтажке, да, где только вы в подъезде один будете. Вот таким образом мы настигнет. То есть они на вас все будут смотреть, как на монстра. То, что у меня проходило в Нью-Йорке, да. Опять же повторяю, вы счастливчики, потому что я вам принес ключи и рассказываю пошагово. В Нью-Йорке я один через это проходил. Да, и только получая информацию от отца, да, но он же не говорил мне, что не выходи из дома. Но этого у меня не было. То есть у меня не было. Это я сам догонял, что так, все, их больше и больше. Я не могу выходить. Значит, у меня нет еды. Значит, только за молоком и назад. Стоит ли мне уезжать или моя задача остаться здесь, бороться с ними? Этого он мне не говорил. Да, то есть, а я вам говорю, что бороться ни с кем не надо. Вы сидите дома, когда будет какая-то вот совсем уже, да, пик такой, что вот вокруг вас одни монстры. Не выходите из дома. Не общайтесь с ними. Они будут с вами, они будут на вас смотреть. Да, вот то, что я расскажу, что было у меня. Что бы ни происходило, до физического контакта, скорее всего, пока вы не влезете, да, не дойдет. Ну, или как-то уже сам вот, когда наступит время, что этот фараон даст им задание, что нападаете. И мы являемся неким объединением, как некий турецкий легион. Через два года во всем мире будет Великая война. Я прописан в аду. У меня есть паспорт. Я служитель дьявола. Я даже получал корону. А до вот этого пика, то есть, обходите, уходите, не вступайте в контакты с ними. И, ну, бегите в горы в прямом смысле. Бегите из ваших домов, из больших городов, если это есть возможность. Если нет, то молитву учи наши, спаси и помоги. Да, отец своих не оставит. Да, и вот только теперь, в марте 2024 года, этот вопрос мне поступил. Он поступил мне не просто так. Я должен его объяснить, что я имел в виду в мае 2022 года. Друзья мои, в мае 2022 года я впервые узнал, что такой термин, как время Великой Скорби, вообще существует. До этого, в январе 2022 года, когда я проживал в Соединенных Штатах Америки, и когда началась вся вот эта моя эпопея, да, трансформация с сущего Земли на пришедшего свыше, на посланника Божьего, Отец Небесный показал мне в течение семи дней, семи дней, что будет происходить на планете Земля в течение семи лет, что есть время Великой Скорби, последние седьмина. Да, то есть, также я вам потом уже позже начал говорить о том, что, ну, я это пояснял, например, в уроке число семь. Посмотрите, его будет ссылка в описании, да, но в двух словах. Я говорю о том, что ад начался примерно с дня третьего и четвертого, то есть, я это говорю в Нью-Йорке у меня. То есть, два-три дня, это постепенно начинали появляться какие-то люди, да, а с третьего и четвертого дня у меня начался ад. То есть, я думал, что все, я не выживу, я просто не выберусь из Нью-Йорка. Но то, что он мне показывал в духе, я вам просто это объяснить не могу, да, но сегодня мы об этом будем говорить. Так вот, в чем речь, в чем дело сейчас, после того, когда я узнал, что время Великой Скорби существует, что есть гоги-магоги, что есть вообще в Коране прописанная эта история, которые придут и будут убивать, да, людей направо и налево, вот что и начинается. То есть, они постепенно с 23-го начали появляться, да, то есть, весь 22-й год я вам об этом говорил. Да, что касается гогов и магогов физических, которые будут появляться, об этом я говорил с 2022-го года, да, с уроками. Яджужи Маджуч, последнее время, и позже с уроком джихад, что есть исламское государство. Вот это и есть гоги-магоги. То есть, это я сказал задолго до Хамаса, и совсем задолго до Крокуса. Но суть в том, что они начали свое появление, понимаете? Вот они сейчас один за одним будут там, тут, там, тут, там, понимаете? А с 2026-го года начнется ад по всей земле, во всех смыслах. Мародерство, теракты, вот вся вот эта история, вот это все гоги-магоги, да? То есть, так же с уроком и снова антихрист, я вам это пояснял, что гоги-магоги, они будут с каждой религией, в каждой религии будут свои гоги-магоги. За каждым из нас либо ангел, либо бес. Это царство на царство воюет. А люди это просто инструменты, грубо говоря, в данный момент. Те люди, которые ходили не в те церкви, которые занимались не теми вещами, они инструменты сатаны. А те, кто читает Библию и Коран, они инструменты Господа Бога Единого. Они в войну не пойдут. Но те, которые работают на сатану, как мусульмане, так христиане. То есть, это будет замес вот такой, но еще и между собой. То есть, неверующие, суть неверующие и верующие не в то, во что надо, да, они пойдут на своих. Но и брат на брата, народ на народ. И так как с 2022 года я в горы бежал вместе с вами, то к 2024 году мы с вами добежали до язычества. Из чего вы можете прекрасно понимать, что со стороны ислама будут свои гоги-магоги, со стороны язычества будут свои гоги-магоги, со стороны православия будут свои гоги-магоги. Но помимо этих заблудших людей, чьими головами будет управлять сатана, у нас есть вообще неверующие люди, а это все тот же зверь. И люди, которые официально работают на сатану. У меня есть паспорт, я служитель дьявола, я даже получал корону. Через два года во всем мире будет великая война. А это все те же гоги-магоги, это все тот же зверь, выходящий из бездны, о котором я говорю в уроке «зверь». Вы понимаете? Та же самая история с православными. Встречаясь с людьми, я им говорю, ну как, матрона, ведьма, икона, ведьмы висит в ваших храмах, вы туда ходите. На что православный человек мне отвечает, ведьмы – это ведущие матеря. Да, то есть вот это христиане, которые окружают вас, с которыми вы живете, которые понятия не имеют, как выглядит Библия, но они знают то, что ведьма – это ведущая мать. Вот давайте откроем второзаконие, снова откроем второзаконие, глава 18, начинаем с 10 стиха. Итак, «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою, через огонь». Здесь, в том числе, речь идет о том, вот это вот, знаете, отливают свечками там у вас за спиной, водят горящими, вот это вот проводящего сына или дочери через огонь. Это к этому же относится, в прямом смысле. Дальше, и внимательно, пожалуйста, слушаем. «Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом Богом, всякий, делающий это, из-за сииты мерзости Господь, Бог твой, изгонит их от лица твоего». Вот что происходит в данный момент. То есть, я говорю, через, с помощью моих видео, зачитывая Библию, которой у этих людей даже дома нет, но которые уверены, что Бог их придет спасать, понимаете, потому что они считают, что ведьмы – это ведущие матеря. Друзья мои, вы за этими ведущими матерями, кто есть антихрист, по священному писанию Библии, в ад пойдете все. Я вам серьезно говорю, без шуток, после 26-го года вы проснетесь, и вы поймете, что вы в аду, посредине ада, потому что все эти ведущие матеря уже там и в духовном смысле они вас туда затаскивают. Но вы понятия не имеете, о чем Библия пишет, понимаете? Но вы идете в эти храмы, поклоняетесь матроам, ведьмам, чудотворцам каким-то, о которых в Библии вообще ни слова нет. Вы понимаете, что происходит? И поймите меня правильно, я не пытаюсь себя поставить выше всех. Я просто передаю то, что я должен передать, чтобы вы были спасены. И то, что многие из вас будут не согласны с тем, что я говорю, я это знаю. И я не ругаюсь, я просто возмущен, потому что эти же самые знающие, в кавычках, священные писания люди начинают мне писать в комментариях то, что я забыл выпить свои таблетки. И эти же самые люди отправляются на Божий суд и судятся там своими же словами. Потому что так говорит священное писание Библия, которого они не знают. Поэтому в моих уроках зверь, саранча, Иуда, время великой скорби, посмотрите их обязательно. Вот в них речь идет об этих трех днях тьмы. Только те предсказатели, которые из православия, то есть первые, поясню сейчас этот момент, две ссылки я оставляю в описании данного видео, которое я просмотрел. То есть первая ссылка, там подборка предсказаний людей, верующих людей, считающих, что они с Богом, тех людей, которых люди считают святыми. Таких как Матрона, понимаете? Я не помню там все имена, но сам факт. То есть первое видео, это подборка вот этих вот предсказателей, не знаю, кто они там, которых люди называют святыми. Три дня темноты к этому времени человечества будет страдать от террора. Птицы будут как рептилии и не будут пользоваться своими крыльями. Земные животные в страхе и тревоге поднимут такой шум, что он заставит человеческие сердца трепетать. Люди побегут в свои жилища, чтобы не видеть странные явления. И, наконец, установится полная темнота, которая будет продолжаться три дня и три ночи. В течение этого времени люди, лишенные света, впадут в сонное состояние, из которого многие не выйдут, особенно те, у кого нет искры духовной жизни. Когда солнце снова взойдет, земля будет покрыта слоем пепла, как снег зимой. Кроме того, что пепел будет иметь цвет серы, сырой туман будет подниматься над землей, состоящий из вулканических газов. Мертвых людей будет больше, чем погибших во всех войнах. В обителях священников будут читать книгу Апокалипсис Иоанна Богослова. А второе видео это как раз-таки видео от проснувшегося, пробудившегося человека. То есть, я не знаю, верующая она или не верующая. Но суть в чем? В первом видео речь идет о том, что будет три дня ночи, три дня тьмы, когда солнце уйдет, когда начнется крах, ужас и кошмар. Если вы подойдете к дверям, вас убьют. Если вы ответите на телефон, вы помрете. Если вы выйдете на улицу, вы задохнетесь. Все в общем в этом роде. А второе видео от пробудившейся только что, когда там женщина, до которой кто-то там тоже, как она, я так понимаю, Бог до нее дотронулся и объяснил ей, что полезут чудища из-под земли, динозавры выйдут, всех будут пожирать, всех тех, кто пахнет мясом. Я никому это не желаю, никому увидеть этих тварей, которые живут под землей и которые опасны вообще их просто им вообще не дано было сюда на землю выползать. В общем, как спастись? А никак не спастись вообще. Дело в том, что все твари, которые вылезут наружу, они долго здесь не протянутся. Твари, которые, боли, которые человечные, они уйдут снова под землю в срочном порядке, будут там прятаться. некоторые умные твари вообще не вылезут на поверхность. Но те, которые повылазят, бестолковые там, которые только жрать, 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 там динозавры, еще всякие какие-то непонятные существа, вот, они просто буквально там двое-трое суток они просто начнут заболевать и дохнуть. Поэтому я теперь понимаю, почему нам говорили, что три дня темноты, три дня вот это надо пережить, передержаться, спрятаться, не вылазить никуда, ничего вообще. Ну, в общем, такая вот история, короче, орки появятся из-под земли и будет все это происходить три дня. Вот поэтому три дня все сидите дома, никуда не выходите, это уже бред. Ну, как бы, давайте будем говорить не бред, а, ну, как бы, почему им три дня тогда? Почему они на дождь не задержатся? Ну, они там это как-то поясняют, в общем, но не суть важная. Суть не в этом. Суть в том, что орки, лезут из-под земли и вот начнут, в общем, людей есть. Так вот, теперь хочу пояснить, почему я об этом говорил примерно то же самое, да, потому что я в прямом смысле, когда Отец Небесный, показывал мне в духе, что будет происходить здесь, на земле, все эти семь лет, он мне также показывал то, что показывал некоторых людей, у которых были прям вот реально синие трупные руки, у них были какие-то грязные, вымазанные землей одежды, волосы какие-то взъерошенные, понимаете, но это были люди, он мне просто показывал это так. Тем самым, он мне давал понять, что будут люди, которые будут выглядеть, как будто они вылезли из-под земли, то есть, вот это, может быть, и будет происходить. Это и есть тот момент, что вы предали Иисуса. Чем он страшен? Он страшен тем, что, как во времена Нуя, двери ковчега Бог закрыл, и после этого, как бы люди ни кричали, Господь их уже слышать не будет. А где нет Бога, начинается что? Правильно, беззаконник. То есть, сатана влазит в этих беззаконников, и они начинают видеть вместо обычных людей вот этих вот уродов каких-то. Это то, про что я говорил не раз, особенно поначалу, с момента моего появления, что главная задача сатаны и всей его армии нечестивых свести вас с ума. Здесь обычных людей Мел Гибсон показывает детей, да, то есть дети, как обычные люди, которые подходят к сумасшедшему, очевидно, больному человеку, подходят и говорят ему о том, что Господь с тобой, не переживай, но он-то неправедник, в нем сидит бес, и он вместо вот этих вот людей, которых пытаются ему помочь, он видит то, что в него плюют, обзывают, винают, и вообще это какие-то монстры подошли. В этом и проблема поклонения Матронам, мертвым людям. Роботы 2841 года, от которых вы фанатели, эти эзотерики, эти выходящие и входящие в свое тело люди, эти гадалки, эти Куперфильды, эти Гарри Поттеры и Властелины Колец, эти Терминаторы и Матрицы, особенно все вот эти фильмы, которые пункт назначения, пила и прочее, это все неправедники будут видеть, потому что они и сядут в тех, кто им поклоняет. Я надеюсь, вы это понимаете. То есть, в сатане ничего не будет стоить напугать вас, так как это уже в вашей голове, и здесь Иуда делает тот самый неправильный шаг, который Иисус не предполагал, что он сделает. Давайте скажем, который не входил в Божий план по спасению мира. То есть, все те люди, которые ходят в православие, а уж тем более занимаются магией, они все это будут видеть, потому что все эти люди православные, они ходят, поклоняются трупам, мощам и вообще мертвым людям. То есть, все это я объясняю в уроке Иуда, но еще раз скажу здесь, что люди, поклоняющиеся мертвым людям, о чем Библия говорит, что вообще ни в коем случае делать нельзя, вот эти все трупы, вот этот весь род, которому они поклоняются, роду вот этим всем умершим предкам нашим, я еще раз поясню, что поклонение и почитание это разные вещи, а люди поклоняются и вопрошают мертвых им помогать, только мертвые, умершие, род наш, нас не слышит все равно, да, но сатана пошлет мертвецов в 26-м году, и их начнут видеть все, вот об этом идет речь, и то, что это будет, и только тот факт, что это будет происходить всего лишь 3 дня, а потом все раз и закончится, но такого быть не может просто, уже возникает большой вопрос, да, а соответственно, в Библии, в книге Откровения речь идет о трех с половиной днях, но также в 9 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос говорит о ночи, в которую делать никто не может, так вот это как раз таки, то, те три дня, которые предсказывают православные святые, речь идет о трех годах ночи второй половины времени Великой Скорби, и здесь тоже нужно пояснить важный момент, вот посмотрите, когда я в 2022 году говорил о том, что время Великой Скорби начинается с 2023 года, ровно в 2000, в начале 2023 года прогремели разрушительные землетрясения в Турции, это ознаменовало начало семилетнего времени Великой Скорби, понимаете, то есть произошло событие, да, но оно ознаменовало вот этот вот период времени, да, или, например, когда я узнал о том, что Гоги-Магоги и в исламе Яджуч-Ямаджуч вообще существуют, я начал говорить в 2022 году, что они придут, начнут свое появление с 2023 года, то есть в священном писании Коран это описано как 999 по отношению, ну, Гогов и Магогов, по отношению к одному святому, но осенью 2023 года у нас случился Хамас, вот это ознаменовало вот этот период Гогов и Магогов, который будет длиться семь лет, они постепенно один за одним будут появляться, да, вот Крокус у нас случился, их будет больше, 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 а с 26 года это как раз таки об этом был урок джихад, что весь мир это увидит, это будет как со стороны ислама, так со стороны христианства, так со стороны ведов, так со стороны иудеев, везде свои Гоги и Магоги, да, и опять же, неверующие, атеисты, антихристы, сатанисты, это также Гоги и Магоги, верующие в душе, вот то, верующие в душе православия, которые понятия не имеют, что такое Библия, но считают себя детьми Божьими, кто за оружие возьмется в 2026 году, это будут вот эти самые люди, которые себя считают христианами, кто полезет грабить и убивать, это будут ваши соседи, которые считают себя христианами, у которых просто хлеба дома не будет, и они полезут в магазин, или они полезут к соседям, или они полезут куда только не полезут, поверьте мне, вы сами об этом знаете, прекрасно, вы знаете всех своих соседей, вы видите вообще людей, как люди живут, и на что они настроены, да для многих, особенно для молодежи, убить ничего не стоит, просто потому, что на них посмотрели не так, а теперь представьте, когда начнется голод, голод начнется, еды не будет, вот это начнется месила, вот об этом как раз таки начертание зверя, давайте откроем тринадцатую главу и зачитаем на этот счет, что говорит Библия, то есть мы уже с вами это обсудили с уроком 666 число зверя, то есть в том уроке речь шла как раз таки о том, кто сочтит, кто имеет ум, сочтит число зверя, то есть речь шла об этом, но сегодня мы рассмотрим с вами немного другую сторону этой истины, которая грядет, итак, 13 глава, 16 стих, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чего их, то есть и это мы с вами обсудили с уроком 666 число зверя, когда мы с вами говорили о том, что речь идет о интернете, о мобильниках, что есть икона в наших руках, да, с которым мы просыпаемся и засыпаем, вот о чем речь идет, посмотрите, этот урок, он будет ссылка в описании, невероятно важный и интересный урок, но что касается сегодняшнего урока и трех дней тьмы, 17-й, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его, ой, о чем же здесь идет речь, давайте рассуждать теперь, но прежде, чем рассуждать, я вам хочу предложить следующую информацию, как раз таки, ту, с чего мы начали, да, ту информацию, которую Отец Небесный закинул мне еще в начале февраля 2024 года. Солнечная активность, что происходит в нынешнем году? Многие ученые бьют тревогу, солнечная активность должна быть максимально в 2025 году, а по факту идут уже подтвержденные данные, что активность будет максимальная на год раньше, то есть 2024, а вот даже идет информация, что это будет январь, сразу после новогодних праздников. Давайте прочитаем информацию из достоверных источников, из новостных источников, что здесь пишут. По обновленным данным ученых из Центра передового опыта в области космических наук Индии, ожидается, что в начале 2024 года наступит солнечный максимум. Это может произойти сразу после новогодних праздников. Вопрос, новогодние праздники 1 и 2 января или же новогодние праздники, когда уже неделю все отдохнут, но мы это посмотрим. Следствием этого будет отключение интернета на 2 недели. Запомню этот нюанс. Интернета. Эти новые данные не совпадают с прогнозами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА, так как они предвещают наступление солнечного максимума не ранее 2025 года. нас уже начинают по факту готовить к тому, что произойдет. Как говорит моя подруга, ведущая новостного канала из Европы, они не хотят настолько сильно портить себе карму, что нас предупреждают заранее. Одновременно с этим и солнышко, которое якобы своей мощной солнечной активностью будет делать сбой во всем мире и принесет нам хаос, темноту, какие-то нюансы. А теперь давайте еще маленечко посмотрим информацию, которая ко мне идет из источников как раз достаточно. Вот здесь уже такие источники, знаете, тоже новостные ленты, скажем так. Мне пишет ведущая каналов европейских, не могу сказать, какая страна, какая именно ведущая, дабы не провоцировать ничего ни на кого, и тем более ее. Что она мне пишет? Уже такая информация гуляет в новостных каналах, начинает людей настраивать вплоть до баек. Три дня и три ночи не будет света интернета. Нельзя открывать никому двери и окна. Она мне рассказала, почему нельзя открывать двери и окна. Для особо ранимых людей есть информация, что и непланетяне будут нас похищать. Ну, смешно, да? Она мне дальше пишет, конечно, это бла-бла-бла. Вопрос, а зачем это делают? По факту финансисты и источники банковские говорят, что будет отключено электричество и еще что-то. Да, вот еще что-то мы с вами уже читали, плюс интернет отключен. Вопрос, это что-что-то? Евросоюз уже дал объявление о приобретении домой свечей, прожекторов и так далее. Вот здесь я вам вырезку одного из новостных каналов сделала, где как раз и пишет британские новости рекомендует запасаться свечами, прожекторами, дабы готовить всех к тотальному отключению. И для чего это делается? Ну, чтобы люди на протяжении нескольких дней не могли пообщаться, дозвониться друг к другу, а потом вырубают, допустим, свет, все, а потом систему перезапустят. И мы можем проснуться в новом мире, где банковские счета обнулятся. То есть электромагнитные излучения это низкие вибрации. Это сеть, которую накинули на планету относительно недавно. Это и есть планетарная инъекция сатаны, которую мы получаем 24 на 7. Так вот, смотрите, что происходит. В то время, очень давно, когда масоны и иллюминаты подмяли вот наше сегодняшнее человечество, накинули сеть электричества, они отделили человечество от Бога. Они посадили человечество на вот эти низкие вибрации. То есть электричество отрубает нас от связи с космосом. Вы понимаете, что происходит? Мы, ничего не зная о нашем прошлом, думали, ну, как бы, электрические станции проводают, нормальная тема, да? Не факт, что это будет именно в январе, но настолько сейчас много этих вбросов, и как будто бы чисто случайно этот сбой, да, вот, у всех произошел, и чисто случайно у всех все пропало. Вот электронного понимания, сколько у тебя финансов, какие банки, как будто бы ничего и не было. Соответственно, банки разведут руками, вот, солнечная активность хорошо подстраивают, да, эту информацию. И теперь давайте с вами каждому дадим определенную сумму на первое время, и будем с этой суммой как-то начинать с нуля. Дальше. Блогер-финансист из США уже рассказал, как он пришел в банк, и ему объявили, что на его счету нет денег. Смотрят все ходы и реакцию людей, как они к этому относятся. Изучают, что начинают делать в таких случаях. Попросили доказать, что на счете были деньги. Вопрос, а как это доказать, если у тебя телефон сбойнул полностью, и ты пытаешься войти в свой банк, а там нет информации или вообще сбита эта система. Но, так как уже ранее он сталкивался с этим, и уже вот на этих сплетнях, скажем, готовился к чему-то, он пришел с распечатками в банк. То есть люди, которые уже с этим сталкиваются и понимают, что в США уже закрываются банки, он пришел с официальной распечаткой как доказательство. Но в банке попытались забрать у него. На что он сказал, берите, пожалуйста, у меня дома еще есть. Интересная, да, тоже ситуация. Вот. И что же с кредитами вы скажете? А давайте с вами подумаем. У кого ипотеки, кредиты на машины, на дома, на квартиру? Официально, пока мы не выплатим с вами ипотеку, все это добро числится на банках. Абсолютно все. Юридически. Да, мы там уже можем быть и прописаны, и мы там можем жить, но пока окончательно не закроем кредиты, это все юридически. Таки, да, на банках. Те, кто спонсирует. Те, кто дал нам, скажем, заем. Вот. Вы скажете, но обнуляться же и наши карты, соответственно, и кредиты в банках тоже обнуляться, обнуляться. А квартира или дом, она вот как была на банке. Какие банки скажут, ну ладно, что же делать, обнулилось. Значит так, собственно говоря, давайте мы на вас перепишем. Будет ли так? Вопрос, да? Давайте тоже подумаем. Будет ли так? Дальше. И, исходя из этих новостей, таких достаточно любопытных, давайте с вами подумаем, нужно ли паниковать, бежать все срочно, пить валерьянку и садиться на транквилизаторы, или же можно себя подстраховать. В нынешнем веке, вы знаете, очень в интересном мире мы живем, как в фильме. Итак, что же мы можем с вами сделать? Во-первых, ну, распечатки всех погашенных долгов и выплат по ипотекам. Чтобы у нас с вами был документ, сколько мы с вами уже оплатили, сколько осталось, ну, пусть лежит. Вы знаете, есть не просит, и ладно. Пункт номер два. Важную информацию, которая хранится на виртуальных носителях где-то там, допустим, наша школа заливает в Ютубе, и там у нас хранится, нужно, самое важное, копировать себе на независимые личные источники, которые даже если случайно произойдет сбой в интернете, случайно отключится свет, кто-то пишет на два дня, кто-то пишет на две недели, чтобы эти источники лежали, уж вряд ли солнце доберется до каких-то ваших источников и спалить нещадно, целенаправленно. Если, да, есть кредиты, то тоже нужно как-то сходить и подтвердить банки, какие-то документы взяли, что-то кида, уже фактически он весь погашен, или же сколько там осталось, постараться максимально с этим разобраться. А если у вас уже подошел конец к сроку кредита, срочно-оборочно берем от банка информацию, что все, мы рассчитались. Ну, и как советуют британские новостные источники, запасаемся свечами, во всяком случае, если не просят, об этом говорят как русские, но об этом также говорят и американские проповедники. И, в общем, этот парень, его зовут Брэд Солдер, и он сказал, при этом дисклеймер я не могу пока это подтвердить, просто это интересно. Он сказал, что сегодня утром в 3 часа 32 минуты по центральному времени произошла очень крупная вспышка на Солнце. Пять минут спустя на детектор начали поступать сообщения о перебоях в передаче данных с мобильных устройств. Этот парень, Брэд, он метеоролог. Так что, знаете, по его словам, это была крупная вспышка на Солнце, которая могла стать причиной. Но что интересно, перед тем, как я прошлой ночью ложился спать, я прочитал статью о солнечных вспышках и о том, насколько они сильны. И что еще в Солнце есть дыра, и они обсуждали, сколько планет Земли поместится в эту дыру. Довольно безумно. И там говорили, что это может привести к отключению интернета. Я такой, ну да, посмотрим. А на следующее утро я просыпаюсь, и мой телефон не работает. Так что, ребята, это вспышка на Солнце? Я не знаю. Узнаем ли мы вообще когда-нибудь, что это было? Ну, честно говоря, я просто не верю ни во что, кроме Иисуса. Знаешь, кроме него я ни во что не верю. А вот теперь давайте рассуждать. То есть это не какая-то конспирологическая теория, еще раз, да? То есть три дня ночи они вполне себе могут случиться. В прямом смысле, что прям будет тьма. Вот тогда-то и начнется мародерство. Вот тогда-то и полезут гоги-магоги. А кто эти гоги-магоги будут? Это будут ваши соседи, которые называют себя христианами, которые бухают, курят, сидят, убивают, грабят. Понимаете? Это вот то, о чем урок Иуда. Посмотрите, пожалуйста. И урок зверь, и урок саранча. Вот три урока. Они будут первыми ссылками в описании. Да? И вы поймете. Если это случится, в прямом смысле у нас не будет солнца там, из-за какой-то... Не важно, что это будет. Вспышка, не вспышка. Я еще раз повторяю. Время Великой Скорби ознаменовалось одним землетрясением в Турции. Понимаете? То есть у нас может быть этих три в прямом смысле ночи без света, без всего. Они могут быть. Я не знаю этого. Этого в Библии не написано. Но они могут ознаменовать вот эту вторую половину времени Великой Скорби. Хотя, опять же, да, астрологи говорят о том, что это может произойти вот сейчас. Но мы можем быть уверены, да, с вами, верующие и знающие Священное Писание, мы можем уверены быть в том, что зверь не появится до второй половины времени Великой Скорби. Она начинается с 2026 года. Так что суть в этом. Это может произойти, вполне себе возможно. Поэтому, так как мы должны быть готовы абсолютно ко всему сейчас, именно поэтому Отец Небесный дал вам сегодняшний урок, чтобы вы знали о том, что эта информация есть, да, вы должны быть готовы к тому, что сатана может сделать все, что угодно, да, то есть включая то, что у нас в небе в 2026 году появится Иисус Христос в виде голограммы. То есть об этом мы с вами обсуждали в уроке голограмма лже-христос. Тоже будет ссылка в описании, очень интересный урок. То есть Илон Маск запускает эти спутники десятками тысяч в небо не просто так. Не для того, чтобы наш интернет работал лучше. Так вот, друзья мои, даже если у нас солнце пропадет хотя бы на одни сутки, вы представьте себе этот конец света, какой начнется, да, то есть люди голодные, ненавидящие друг друга, заряженные этой энергией войны ненависти сейчас, понимаете, еще и голодные, еще и в России, где денег ни у кого нет, вы просто представьте себе этот конец света. То есть вот это, вот это будет жесть. Да, а речь идет о трех днях. Ну вот, видимо, вот эти вот святые люди православия, да, ссылку которых я оставлю также, да, в описании, они, видимо, об этом и говорят, что три дня ада будет, да, вот этих вот, которые люди поймут, что это безнаказанно останется, понимаете, христиане, да и мусульмане, и все люди, которые считают, что они с Богом, но которые, понятнее имеешь, такой Коран, Библия, понимаете, которым оскорбить, унизить и сбить кого-либо, вообще ничего не стоит, вы понимаете, для этого сейчас и сериалы эти выпускаются. А вы как думаете, вот, например, для чего был снят сериал «Слово пацана»? Не задумывались? Но речь идет о девяностых. Сериал вышел только что, но об этом я сказал еще осенью 22-го года. В любом случае будут те, которые не верят и не хотят верить в Господа Бога. Им вообще по барабану будет ли принято воскресенье или понедельник, или среда, или четверг, или пятница. Им нужно, чтобы магазины работали и водка продавалась. В клубах играла музыка, а в караоке микрофон был настроен. Чтобы Малахова показывали и звезды на льду почаще. Или что там сейчас популярно для общих масс. Но суть вы поняли. Вот и все. А по поводу нельзя будет ни купить, ни продать, говорит и Коран в том числе. Поэтому я вам делал такое большое вступление, объяснить, что Елена Вайт лжепророк, что начертания зверя это люди, которые останутся без Бога очень скоро. У них не будет защиты Духа Святого, и они будут полностью подчиняться зверю. То есть это грабить, убивать, насиловать. То есть вот это и есть Яджуджи Маджуч, который описывает Коран, который будет физически после второго возвращения пророка Аисы. Кем являюсь я для мусульман? Вы понимаете, вот к этому мы идем. Сатана вас готовит к этому. С помощью сериалов и так далее. То есть молодежь уже готова взять дубины. Говорю же, фильмов просто так не существует. Нет, фильмов просто так. Ничего не выдумано. Да, вот эти Властелина колец, там и показывают этих орков, влазящих из-под земли. Вот о них как раз-таки говорит вторая тетенька, которая на тему трех дней ада. Да, она ждет орков с какими-то там динозаврами, которые будут есть всех подряд. Ну, как бы, понимаете? А орков-то не будет. Орки это будут ваши соседи, ваши родственники или ваши даже домашние. О чем Библия говорит, что домашние ваши враги вам. Мы же понимаем, что в какой-то семье мама верующая, папа неверующая может обойтись, а в какой-то семье вот их окунули, они бухают, там сидят, вот они друг друга и будут мочить, понимаете? Потому что, еще раз, как я и сказал в уроке, зверь, почему его важно посмотреть, да? То есть я там поясняю вот эту эзотерическую сторону. То есть люди будут видеть в людях. Это то, что Отец Небесный пояснял мне в один из семи дней, пока я находился в Нью-Йорке, когда я увидел вот человек, которого можно было потрогать, он не был трупом, это был человек. Я видел человека, но Отец Небесный мне показывал, как будут выглядеть люди. Вы понимаете, о чем я говорю? Надеюсь, понимаете. Вот ровно это же и будет происходить с 2026 года для всех тех, кто находится под влиянием магии. А под влиянием магии все православие. А православие это Россия. Извините меня. В этом-то и смысл. Потому что половина православия, которое не знает Бога, это уже не с Богом люди. Верующие в душе, которые не знают Библии, это уже не с Богом люди. Люди, считающие, что ведьмы, это ведущие матеря, это люди не с Богом. Вы понимаете? Всеми их головами будет управлять сатана. То есть соседи в соседях будут видеть орка. В этом речь. Это будет происходить три года. Три с половиной года. И записываем мой последний урок когда конец. Я вам пообещал, что следующий урок будет как раз таки о том, кто тот самый истинный правитель Руси, о котором говорит все тоже православие. То есть я узнал, откуда ноги растут. Я сказал, что мой урок, следующий мой урок будет на эту тему. Но я посчитал, что сегодняшний урок важнее. Поэтому о истинном правителе Руси будет мой следующий урок. Это уже точно. Но на эту тему уже давно вышли уроки будет царь и правитель Руси. Они также будут ссылкой в описании. Поэтому кому не терпится, посмотрите. То есть православие ждет истинного правителя Руси. То есть задаться одним вопросом просто, что после времени великой скорби, о чем говорят сейчас все, что оно наступило, все об этом сейчас говорят, наступает второе пришествие Иисуса Христа, после чего мы на тысячу лет уходим в Царствие Небесное с Иисусом Христом. Даже задаться одним этим вопросом, просто поставить, подумать на эту тему, о каком правителе Руси может вообще идти речь. Ну, как бы, ладно. Поговорим об этом в следующем уроке, но сам факт. Вот это как раз-таки святые предсказатели православия, которым там что-то дали. Ванга, не знаю, считают ли ее святой или нет, но в православии она не висит, наверное, не считают. Да, но она призывалась к православию, она же крестик носила, молилась к Богу, там, за Бога говорила, понимаете, что ходите в православие поклоняйтесь, но у нее инопланетяне прилетают в 30-м каком-то году. Понимаете, Матрона это прям мать-ведьм. Почитайте ее биографию, чем она занималась. Она делала обряды, ритуалы, она занималась магией, о чем мы только что зачитали с вами. То есть, это никак не святой человек, это никак не от Бога, понимаете, и вот такое не буду говорить за всех, конечно же, не все так называемые святые от сатаны, нет, я не об этом. Я о том, что православие и католичество это лжехристы. То есть, то, что оттуда идет в виде каких-то божьих откровений, я, но что касается меня, я к этому не то, чтобы осторожно, я это вообще не воспринимаю за Божие откровения. Теперь, потому что Отец Небесный объяснил мне, что православие и католичество это все неправильно, это все магия, а магия второзаконие глава 18. Вот это лжехристы, которые дают ежегодные благодатные огни с неба, чтобы престить многих. Престили многих, да, в России православие, в Европе это католичество и в Америке, но как бы вот и все. Вот поэтому у них у всех три дня каких-то орков из-под земелья, убийц, людоедов и так далее. И только свечки вас спасут. Какие свечки? Какие свечки вас спасут вообще? Спаситель нас один, Иисус Христос и какие свечки, ни иконы, ни кресты. И что самое главное, что самое интересное, да, у православных предсказателей Россия горит, вообще места пустого от России не останется. А у этой новопробужденной, ну, второе видео, которое будет, да, в описании, три дня ада, в который у орки вылазит и будут есть людей, она говорит о том, что Россия вообще не затронет, то есть, что такая несостыковка-то в откровениях, понимаете? То есть, у одних России не будет вообще, все погибнет, сгорит, а вторые говорят, что там плиты даже не тронутся и все будет в порядке. То есть, как так? Кого слушать-то? А ответ ровно такой, что слушать никого не надо, слушать нужно одного говорил не о борках, не о мясоедах, понимаете? Он говорил о саранче, что есть саранча, я поясняю в уроке саранча. Поэтому, друзья мои, меры, милости и благословения вам всем, во имя Иисуса Христа. В Библии сказано, что Бог не дал нам духа страха. Так что порой за страхом может скрываться конкретный дух, вызывающий у человека сильные чувства неуверенности, тревоги и даже паранойи. Но Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Псалтырь это одна из важных книг, которая поможет вам укрепить ваш дух. Молитесь так, молитесь осознанно от всего сердца, а главное, будьте уверены в том, что для тех, кто с Богом воистину и в духе, Бог всегда и везде с ними. Готовьтесь, пожалуйста, готовьтесь, морально подготавливайте себя к тому, что будет происходить, к тому, что начнется с 2026 года. Это неминуемо, поэтому я пришел сюда вас не запугать, а подготовить, да, и об этом говорит Библия, да, то есть Библия об этом говорит, что время великой скорби это самое страшное время, которое не было от начала времен и уже не будет, то есть страшнее этого ничего не было. Из духовного рабства мы вышли, но время благодати подходит к концу. А когда заканчивается время благодати, это значит только одно. Находящиеся в Иудее добегут в горы. То есть через год в Иудее мы окажемся все, верующие и неверующие все. И спасение будет только в горах. Ваше спасение будет зависеть только от вас. Тучи сгустятся ровно с такой же скоростью, как и в мультике. И сейчас я вас очень прошу, посмотрите мультик и послушайте то, что я говорю, потому что все произойдет ровно по этому же сценарию. Вы уже не раз убедились в том, что все повторяется. То есть в данный момент происходит то, что бегите из больших городов. То есть из Библии мы знаем, что большие города погибают. Не обязательно в прямом смысле. В духовном плане они погибнут точно. То есть города блуда, города алкоголя, наркотиков, города преступности, города бесовских учений и лжепророков с лжехристами. Но люди-то останутся. Это то, про что я вам и говорю, что ваши соседи уже не будут вашими соседями. Они вас придут убивать. В прямом смысле. То есть вы хлеб купили и домой молиться. Ни на какие-то просьбы, ни на что не отвечаете. То есть через год, когда мир погрузится во мрак, запомните одно, что кроме Иисуса вы не можете доверять никому с этого момента. Так как вы не сможете различить, это все еще ваш друг или нет. Верующих и праведников ангел укроет. То есть сейчас будет показан самый страшный период, через который вам придется пройти. То есть вот это море нечестивцев в духовном плане, оно разошлось. В то время это сделал Моисей, сегодня это сделал я. Теперь ваше время бежать в горы. Это будет очень страшно, тяжело, но вы сможете это сделать. Я прошел через это один, и мне никто не говорил, какой шаг будет следующий. Вам я даю подробную информацию, что вас ждет. То есть идти вам придется по этому туннелю водяному какое-то долгое время, наблюдая все тех же людей из окна, проходя по улице. Не нужно ни с кем ввязываться в драку. Нужно просто уходить и молиться. Без отчинаши из дома вы не выходите. Вы не выходите на улицу вообще без молитвы. С тех пор. Вообще, когда вы начнете видеть что-то странное, выход на улицу для вас должно быть каким-то экстренным случаем. Следующий фрагмент четко показывает то, что нужно делать, если вы находитесь где-то за границей или в каком-то другом городе и вам нужно вернуться в отчий дом, что и есть ваша гора в первую очередь, если у вас нет знаний. То есть ровно то, что по мультику люди и делают. Вы берете самое необходимое, чуть-чуть еды и одежда, которая на вас. Оставляете все ваши вагоны и телеги с одеждами и так далее. Забудьте о своих квартирах, это не важно. И если вы вцепитесь в вашу квартиру, бизнес или что-то там еще, это и есть уловка сатаны, вы умрете. То есть молитва это и есть вот этот огонек, который в вашей руке и который никто не может отнять. В какой бы форме зло не проявилось, но вы продолжаете бежать в горы, молиться и помните, что только вы один и Иисус. В тот момент нет больше друзей, нет больше родственников, только вы. и самый близкий человек, если такой есть, ну или ваша семья, только, точка. Помните одно, что ваш факел в виде Иисуса Христа он всегда горит и его ничто не потушит. Это ваша вера. Но в какой-то момент духовная нечисть влезет в тех самых соседей ваших убейте их, убейте всех и заставит их напасть на вас. В тот момент и появится Иисус в славе своей. Только благодаря вашей вере и бесконечным мольбам нечисть падет одеснуя вас, но к вам не приблизится. Теперь я отвечу на ваш вопрос, почему мы должны через это пройти. Да ровно потому, что мы встретим Иисуса живыми и мы должны погрузиться в этот ад, чтобы потом попасть в рай. Ну и давайте по свисту пройдем, чтобы ничего не забыть. Что и как я вам обрисовал, показал уже, да? Почему это будет происходить? Потому что, вот смотрите, когда вы принимаете крещение, вас погружают в воду. Погружение в воду это символизирует смерть, да? Что вы зашли туда, в воду, оставили все свои грехи и вышли. Это тот же самый процесс для нас живых. Мы же не познаем смерти. Но нам нужно умереть, чтобы вознестись. Об этом Иисус и говорил, да? То есть, Сыну Человеческому нужно умереть, чтобы быть вознесенным. То есть, вот это наш процесс, где нас не погружают в воду, а нас в прямом смысле под землю опускают. Да? Грубо говоря, время скорби, да? Вы же будете на земле, но у вас монстр появится. Понимаете? Но они для вас тоже будут монстрами, потому что люди, ходящие вот так вот. Ну, как бы для вас нормальными не будут. То есть, просто воспринимайте этот период как зону турбулентности. Я вам дал все инструкции, ремни у вас есть, пристегиваться или нет, это ваше личное решение, но я вас предупреждаю, что трясти будет сильно, кто-то переломает ноги, много умрет, поэтому пристегнитесь и услышьте то, о чем я говорю. Я через это прошел, выжить возможно, но это будет очень тяжело. Отче, прославь твое имя. Поэтому, опять же, я пришел вас готовить, сообщить, что, ребятки, готовьтесь, подготавливайте себя морально, да, и опять же, поступал вопрос на тему того, что будет голод, стоит ли вот от этого же человека, кстати, с моего телеграм-канала, спасибо вам, брат, за такие вопросы, как оказалось, все это пригодилось. Видите, вот таким образом работает дух святой. К вопросу, как дух святой работает, каким образом появляются, вот так и появляются уроки, понимаете? То есть, брат задал вопрос на тему того, что стоит ли запасаться, как запасаться едой. Да никак. Вы не запасетесь на три с половиной года едой, никак. Запасаться нужно крепкой верой и духом. Все, чем нужно запастись. Потому что в третьей главе десятый стих откровения говорит о том, что Господь убережет от годины искушения всех его детей. Он убережет нас. До нас гоги-могоги не дойдут. Для истины верующих, до истины верующих, понимаете? От голода мы не умрем. Все с нами будет в порядке. Он не говорит, что будет легко и солнечно. Нет, будет тяжело и страшно. Но претерпевшие до конца спасются. А наша задача дойти до 29-го года живыми. Вы понимаете? В этом смысл. И опять же, речь в 10-й главе, в 3-й главе книги откровения о том, что Господь убережет от годины искушения детей своих, я надеюсь, мы понимаем, да, теперь, что речь идет не о том православии, которое не имеет понятия, как Библия выглядит, не о том православии, которое верит в душе, не о том православии, которое бухает, не о том православии, которое считают, что они с Богом, но ходят к ведьмам, к ведущим матерям. Вы понимаете, о чем я говорю? Друзья мои, и еще немало важно дополнить то, что это касается абсолютно всех религий. То есть, это коснется всего человечества по всей планете. Но так как я христианин, то есть, я говорю за христианство. То есть, большинство моих примеров, они касаются христианства. Но я вас очень прошу, понимайте, что все это относится ко всем религиям, ко всем конфессиям, ко всем священным писаниям. Иисус Христос четко в священном писании Евангелия объяснил, перечислил характеристики верующего человека. Их несколько, но скажу одну самую, на мой взгляд, самую важную и главную. Да, это то, что он сказал в Евангелии от Иоанна, опять же. Верующий в меня, в Иисуса, Христа, и соблюдающий слово его на суд не попадает. Он будет убережен от гогов и магогов и так далее, от этого ада, который будет происходить по всей земле. А верующий и соблюдающий слово, это означает ровно то, что вы должны знать, о чем Библия говорит. То есть, это то, о чем я говорю с самого начала, о чем говорят все проповедники. Слово чистит людей. Только словом мы чистимся. Только если вы не знаете, о чем говорит Библия, вас ожидает все то, о чем мы говорим в сегодняшнем уроке. Друзья мои, если вы не покаетесь до 26-го года, если вы не начнете читать, ну опять же, все распределены. Суть в этом. То есть, я пришел уже за свидетельство и сказать, что началось. Как вы понимаете, все, по большому счету, останется так, как есть. Все. Сатанисты с сатанистами, с сатаной, православие с мертвецами, понимаете, это единицы православия, те, кто пришли туда к Иисусу Христу и воистину, понимаете, не к матронам, трупам и мощам, а пришли просто побыть с Господом Богом, даже если в православии, да, помолились ему и ушли. Но проблема в том, что все Евангелие говорит о том, что вопрошение, покаяние, молитва, просьбы должны быть во имя Иисуса Христа одного. Тут не говорится во имя Троицы. Понимаете? Откровение 22 глава. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Понимаете? И все Евангелие он говорит о том, что бы вы не попросили у Отца Небесного во имя Мое, говорит Иисус Христос, то есть во имя Иисуса Христа, а не во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я не говорю о том, что Отца, Сына и Святого Духа не существует. Он говорит об этом в других главах, да, там, Матфей, 28 глава, 19 стих. Итак, идите и научите все народы креститься их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но этот момент мы с вами поясняли в уроке крещения. Посмотрите, урок крещения, да? Это единственное место, где упоминается Отец и Сын и Дух Святой. А потом все Евангелие говорится, что только во имя Иисуса Христа. А в Деяниях конкретно говорится о том, что креститесь во имя Иисуса Христа и получите в дар Духа Святого. Мы должны славить Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа, но мы все делаем, все абсолютно, все, любое наше обращение, покаяние, еще раз, да, просьба, молитва и так далее, у нас идут к Отцу Небесному и к Нему одному. И только во имя Иисуса Христа. То есть покаяние происходит у вас дома, дома, ни в какой храм ходить не надо. Понимаете, как удобно Отец Небесный сделал? И он об этом говорит в Библии. Он говорит об этом, что храмы, все это неправильно. И это мы с вами разбирали с уроком Дома Молитвы. Тоже будет ссылка в описании. Дома у вас происходит покаяние к Отцу Небесному во имя Иисуса Христа. Все. И вы получаете в дар Духа Святого. Ну только, что есть покаяние в уроке покаяние. Оно будет также ссылкой, этот урок будет также ссылкой в описании. Покаяние это значит Отец Небесный дай мне Духа Святого прекратить бухать, курить, употреблять наркотики. Что там у вас? Прости меня за это, за это. Прости меня за блуд. Прости меня за то, за то, за то. Но не могу самостоятельно с этим справиться. дай мне Духа Святого очисть меня, замени мое сердце. Понимаете? А потом вы начинаете бороться со своим вот этим вот физическим телом, которое вы приучили ко всему этому. Понимаете? Долго бороться не придется. Знаю по себе. Понимаете? Как только просите вам дать Духа, на следующий день я забуду, что такое сигарета. И вот два года я уже не курю. Три. Получается. И еще что немаловажно. Вера без дел она мертва. Вот и все. Об этом Библия говорит. Поэтому, друзья мои, я вам еще раз желаю, чтобы вы проснулись, ну, те, кто впервые на моем канале, да, и начали готовиться. Вот. мир и милость и благословение вам всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья мои, спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одного видео. Также я есть на платформе Рутюб и Дзен. Делитесь моими уроками с братьями и сестрами. Пожалуйста, информируйте у людей, потому что это очень важно. Особая благодарность за ваше пожертвование всем тем, кто жертвует. Да благословит вас Отец Небесный во имя Иисуса Христа. В вашей книге уже будет эта запись, что вы сделали, а те поблагодарили Господа Бога за то, что вот кто-то сделал. Вы понимаете, вот это и есть духовный вклад. В Библии вся она об этом. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. За каждое добровольное пожертвование Отец Небесный благословляет. Для Бога нет ничего невозможного. Настало время объединить наши усилия в этой финальной битве Армагеддона. И я еще раз благодарю вас всех за вашу поддержку. Но факт остается фактом. Я пришел предупредить и готовить вас ко времени великой скорби. Божьих вам благословений во имя Иисуса Христа. Аминь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok